Спинальная пункция Спинальная пункция Спинальная пункция Спинальная пункция Спинальная пункция Спинальная пункция То есть мы находим антитела, либо их отсутствие, либо если это количественные и качественные, то есть находим только антитела, они есть, нет. Еще лучше, когда находим в количественном плане, то есть антитела есть, соответственно, сколько единиц там их находится с тем, чтобы контролировать лечебный процесс, как развивается, как правильно мы лечим. То есть такие уже мелкие нюансы. Анализ на онкомаркере помогает дифференцировать рассеянный склероз от рака. Да. И довольно часто опухолевые заболевания дают схожую симптоматику с заболеваниями поражения нервной системы другой природы. Особенно на начальных этапах, когда трудно определить, что является причиной, когда в этот момент наиболее эффективно будет проводимое лечение. То есть онкомаркеры помогают заподозрить опухолевый процесс с тем, чтобы потом провести уже соответствующее исследование для подтверждения или неподтверждения наличия опухолевого процесса. Кем и когда проводится тестирование по шкале ЭДС при рассеянном склерозе? Что это за шкала? Шкала ЭДС это принято экспертами, специалистами. Шкала оценки состояния нервной системы, состояния нервных поражений у больного. Но, оговорюсь сразу или разошью немножко рамки, такие шкалы применяются и в онкологии, есть шкалы оценки боли, такие шкалы применяются оценки состояния пациента и в эндокринологии, при сахарном диабете, других заболеваниях. Поэтому это не является чем-то экзотическим, это набор, свод правил таких, свод критериев, которые применяются к данному пациенту и достаточно простых, которые мы можем выявить при осмотре пациента, в его жалобах, при осмотре пациента, в его каких-то патологических рефлексах. Занеся это все, собрав эти все в таблицу и протестировав, мы можем получить вероятность того, какое заболевание имеет и на какой стадии. Но проводится оценка по шкале ЕЦ по 7 показателям, это оценка зрительных поражений, оценка пирамидных нарушений, то есть нарушений уже связанных с головным мозгом, мозжечковые функции, ствола головного мозга, это все оценивается по специальным неврологическим, вернее не по специальным, а по рефлексам патологическим, которые выявляются и не выявляются у пациента. Это сенсорное отделение головного мозга, мыслительные функции и работа тазовых органов. То есть все это вносится на соответствующий бланк, потом проводится пересчет этих всех баллов, которые показывают. Недостаток этой системы то, что это забирает достаточно много времени у врача, требует постоянного навыка и специалист, который сидит в специализированной клинике, и занимается преимущественно рассеянным склерозом или часто видит этих больных. У него это происходит на автомате, то есть, ну как говорят, рука набита. А специалист, который видит рассеянный склероз нечасто, для него это вызывает затруднения. Поэтому особой популярностью у неспециалистов эти шкалы не пользуются. Но такие шкалы есть, они значительно облегчают постановку не только диагноза, но и определить статус пациента и, собственно говоря, куда мы продвинулись в нашем лечении. То есть штука хорошая, но ею нужно уметь пользоваться. Сирологию зачем назначают и когда при этом заболевании? Для диагностики, для подтверждения диагноза, для диагностики, потому что сирологические исследования позволяют исключить и ряд инфекционных заболеваний, тот же, ну возьмем экзотический, не экзотический, не знаю, но тот же сифилис, нейросифилис, который сирологическими методами у нас может подтверждаться. И в данном случае только сирологией будет подтверждаться. Сирология позволяет определить те же олигоклональные антитела, которые являются маркером, используемым при диагностике рассеянного склероза. Ну, как я уже говорил, определить ряд других каких-то патологических состояний, в частности инфекции, которые могут симулировать или прикрываться симптоматикой рассеянного склероза. Субтитры создавал DimaTorzok